Егор Шип хочет обратно в Хайп Хаус. Нашли доказательства, что Юлия Гаврилина всё ещё в Африке. Валя выпросила кольцо у Саши, Аня Покров вновь приехала за Серканом Балатом и почему Мия Бойко побрилась с налоса. Всем привет, это канал ОК Блогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Тикток-дома продолжают понемногу разваливаться. Об уходе ещё одного участника сообщила казахская команда Йолу Хаус. Они устроили что-то наподобие выпускного для Рэнди, который был одним из лидеров команды. Теперь парень начинает сольную карьеру с тем же продюсером, точно так же ещё полгода назад поступила Хома. Просто ребята почувствовали, что уже немного переросли хаосы и вот так без конфликтов продолжают двигаться дальше. Очередные новости о блокировке Ютуба в России начали пестрить в заголовках. Член Совета по правам человека Ашманов высказал мнение, что доступ к видеохостингу закроют к осени. Якобы другие площадки по типу Рутуба и ВК будут готовы полностью заменить американскую соцсеть. Правда, его слова достаточно быстро опровергли другие люди из правительства, заявив, что пока серьёзных претензий к Ютубу нет. В любом случае, если что-то случится и вы живёте в России, знайте, что мои ролики всегда можно будет найти в моей официальной группе ВК в разделе видеозаписи. Обязательно на всякий случай перейди по ссылке в описании и подпишись. А для ребят из остальных стран я буду стараться публиковать видосы через VPN, пока есть такая возможность. Мия Бойко наконец-то ответила на самый волнующих всех в последнее время вопрос, для чего же она побрилась на лысо. Были версии, что у неё началась серьёзная болезнь, что она испортила волосы и даже решила сплагиатить инстасамку. Но все эти сова не имеют связи с реальностью, так как Мия сделала это ради перформанса к новому треку Гагарин. Я постриглась, потому что мы записали трек Гагарин и решили снять что-то особенное в этом клипе. И мы поняли, что самое особенное и классное это будет так постричься. Я постриглась уже больше трёх месяцев назад, поэтому ответ на вопрос, повторила ли я за кем-то отрицательный, потому что я сделала это тупо раньше. У меня, конечно же, есть все доказательства, но зачем мне что-то кому-то доказывать? Необычным образом удивила всех и Маха Горячева. Она опубликовала кадры, где перекрасила брови под цвет своих блондинистых волос. Выглядит немного пугающе, отчего были в шоке даже самые близкие люди. Ой, да как тебе мои бровки? Какие красивые. Тебе нравится? Я так хорошо с ними выгляжу. Это да, всё хорошо. Честно? Как позже выяснилось, на такие изменения Маша пошла только ради этого фотосета. И буквально через час после него вернула прежний цвет бровей, так как сама поняла, что ей не идёт. Новыми фотками из Африки поделилась Юля Гаврилина. Хоть и все догадываются, где она, но задний фон ей палить нельзя из-за условий контракта. Среди подписчиков до сих пор ведутся споры, прошла ли опять Юля в финал, или её просто там держат, чтобы не давать зацепки на результаты сезона. В пользу первой версии на фотке заметили небольшой петличный микрофон, который надевают всем участникам, чтобы их было хорошо слышно. Но опять же, эти кадры могли быть сделаны и в самый первый день проекта. Поэтому всю правду мы узнаем только в процессе сезона. Когда Соня Слиппи вернулась в состав Хайп Хауса, мнение по этому поводу попросили высказать Егора Шипа. На что парень опубликовал такую историю, дав понять, что ему пофиг на произошедшее. Соню такие сова явно зацепили. Если Шип что-то выставляет ещё из такой подачи, значит ему точно не пофиг. По тону сообщения есть ощущение, что между друзьями возник какой-то конфликт. Кто-то даже думает, что Егору стало обидно, что все его друзья, кто был причастен к Хайп Хаусу, уладили конфликты и продолжают общаться. Не сделали это только он и Амирка, но и Симшип тоже перестал общаться. Аня Покров продолжает свои путешествия по местам съёмок любимых сериалов. Если вы помните, она уже была на Мальте, где снимали многие сцены из Игры Престолов. А вчера повторно прилетела в Стамбул уже не с пересадкой, а чтобы посетить основные места, которые показали в сериале «Постучись в мою дверь». Это отель, где работала Эда во втором сезоне. И это та самая лестница, те самые коридоры, где гулял Серкан. И вы знаете, тут я типа Эда, Серкан только что спустился с лестницы. Вале «Карнавал» нашла способ получать от Саши в подарок всё, что угодно. Девушка вспомнила старую добрую фразу, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Потратив несколько часов на готовку, вкусным запахом она заманила на кухню будущего мужа. А уже после выпросила у него новые украшения. Ну, прекрасно, наверное, идеально. Ну, просто, ну, просто, ну, посмотрите. Жене ещё нужно к серёжкам, знаешь, колечко и ожерелье. Ну, в принципе, ужин был достаточно вкусный. Я, 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 я. Сейчас тебя не забывай, я тебя люблю. Красава, поедем выбирать. Сейчас. Так. Кусы с ним. Слез. Увидимся уже совсем скоро.